Тема антропологии нами поднимается неоднократно, и это одна из самых сложных тем богословии, потому что это подлинный ключ к нашей вере. И всю сложность этой темы мы попытались выразить в своей лекции по антропологии «Афонское богословие и современные ереси», которая была вызвана появлением лжеучений, но преследовали мы другую цель – показать, что догматическое богословие – это нечто живое, а не какие-то схоластические определения. Итак, к богословию всегда относились и святые отцы, потому что богословие никогда не отделялось от молитвы. И так и святые отцы понимали, что богословие – это явление не слов, а явление внутренней силы, внутреннего глубокого понимания основ жизни. Если вы помните, в этой лекции, рассматривая необычные вопросы, мы применили необычный метод анализа. Мы рассматривали человека как нечто заданное. Есть некоторая данность, но есть и заданность. То есть человек – это то, что он сам по себе есть, плюс то, что он о себе думает, то, как он себя осознает. И выводы, к которым мы пришли, они объясняли полностью картину мира вокруг нас. Поскольку человек – это микрокосм, и мы, разобравшись в человеке, можем разобраться и в мироздании. И мы заметили интересную деталь, что в разные исторические эпохи человек не просто был разным, но он еще и осознавал себя по-разному. И это определяло, ну если просто так сказать, широту его души. Скажем, на Руси сложилась о немцах такая пословица – «Немец всем хорош, но короток – душа с грош». А о русских Иван Карамазов говорит «Широк человек, укоротить бы надо». То есть налицо совершенно разное осознание себя, своей природы, то, что является человеком. И вот мы подошли к самому интересному. А что же такое человек? Оказывается, то, как он себя осознает – это расширяет его границу или наоборот сужает. Это определяет все самосознание человека. И, естественно, опять возвращаемся к тому, что это микрокосм, то есть и осознание человека мира. И, конечно, отсюда вытекает вся культура и менталитет человека. И это – основа бытия. И вот эти основы заставили афонских монахов принять участие в необычном проекте по антропологии. Это необычная книга, которая сейчас издается. И в ней применен необычный метод анализа. То есть здесь подход уже не философский, а именно практический. В этой книге совершенно разные люди от одного года и до ста лет разных профессий, социальных групп, культурных формаций рассказывают о себе, как они себя осознают, что они такое, по их мнению. То есть как человек себя видит сам, как он себя осознает. Поэтому правильно сказать не кто он, а что он. И в чем-то эта книга являлась даже продолжением нашей лекции по антропологии, поэтому мы и приняли участие в ней. Люди советского времени хорошо помнят известную песню, которая была очень популярна. Замечательная песня, которая как раз и выражала то, что в любые времена, в любые эпохи люди задавали себе этот вопрос. «Что такое человек? Что он есть?» И из него вытекал вопрос «Кто я? Что я собой представляю?» На наш взгляд, не задав себе такой вопрос, просто невозможно жить. «Как можно жить, если ты не знаешь, кто ты на самом деле? Кто ты есть?» И мы хотим противопоставить схоластическому богословию нечто живое, нестандартное. Мы хотим показать, что антропология – это не какой-то забор из злобных терминов, который выстроили ученые и никого не пускают внутрь. Нет, антропология – это и есть мы с вами. И для того, чтобы изучать антропологию и ее понимать, не нужно быть ученым и богословом. Ведь этот вопрос задает себе каждый человек уже в раннем детстве. Но часто эти вопросы остаются без ответа. Один из самых первых и серьезных вопросов любого мальчишки – это «А зачем вообще существуют эти девчонки?» Странные создания, не похожие на нас, мальчишек, которых нельзя бить. Слабые, хитрые, вредные. Этот вопрос так и остается с человеком всю жизнь, когда он пытается разобраться, чем же женщина отличается от мужчины. И даже в семье, когда ему приходится подстраиваться под совместную жизнь, под совершенно непонятную ему психологию. Это и есть антропология – нечто живое, близкое нам, касающееся лично каждого из нас и отвечающее на самые глубинные наши запросы. И постепенно этот вопрос вырастает – из чего же сделаны девчонки? Вопрос – из чего же вообще сделаны и мальчишки? И вообще – из чего я сделан? Что я такое, что я представляю собой? Где я, а где не я? И нам пытаются ответить – это разные школы философии, но только запутывают нас, потому что сердце наше знает, что мы совсем не то, что нам пытаются представить эти философские школы. Мы совсем не ограничиваемся телом. Наша душа очень много чувствует, предчувствует и знает. То есть мы хотели бы открыть людям живую антропологию подлинную. И задумка этой книги – она ошеломляет, потому что очень простой сюжет, очень простая методология сбора, но конечный результат просто ошеломляет. И здесь можно сказать довольно-таки редкую фразу, что прочитав эту книгу, невозможно остаться тем же, кем ты был. Ты уже будешь другой. То есть ты навсегда по-другому взглянешь на людей и на самого себя. А это и есть духовная работа. Эта книга буквально ломает мировоззрение человека. Как вы знаете, мы очень любим все, что ломает стереотипы. Потому что наши стереотипы – это наши главные враги в духовном плане. И, конечно, эта книга открывает новую перспективу для каждого. И, во-первых, это видение единства всех людей. Во-вторых, это видение огромных различий между людьми. Один человек может быть похож на беса, а другой может быть похож на ангела. Эта книга решила две невозможные задачи. С одной стороны, она показала наше единство, единого Адама, Адама-человека. А с другой стороны, она указала на наши бесконечные различия между собой. То есть здесь самые обычные опытные выборки приводят нас к тому, что все люди – это единый человек, единое человечество. Единое оно, конечно, в добре, во Христе. А во зле оно разъединено, в привязанностях и страстях. И также в мудрости оно объединено, а в тупости оно разделено. И мы каждому советуем прочитать эту книгу, чтобы хоть немного разблокировать свое сознание. Хотя эти термины нехорошие, это, скорее, ближе к психологам, а психологию мы не очень уважаем. Надеемся о ней сделать отдельный ролик. В каком-то смысле эта книга – учебник для дизайнеров. Дело в том, что весь современный интернет быстро очень унифицируется под рекламу. И мы становимся в нем такими бездушными винтиками, которые должны исполнять определенные алгоритмы. И эти алгоритмы навязываются как раз транснациональными корпорациями – Гуглом, Фейсбуком и другими. Которые заинтересованы в основном в продаже и доходе. Но не всем людям это нравится. Есть люди, которые просто проклинают интернет. Но есть люди, которые в интернете пытаются бороться. Как герой в фильме «Матрица». И вот эта книга как раз имеет цель воссоздать у веб-дизайнеров понятие о человеке правильное. Что есть человек. Его нельзя вписывать в какие-то алгоритмы. Мы, участники интернета – это обычные живые люди, а не алгоритмы. У нас есть общие черты, есть различия, но тем не менее мы живые. И мы очень похожи друг на друга. Это одна из попыток сделать интернет более человеческим. И раз вся жизнь постепенно уходит в интернет, то некоторые герои пытаются отвоевать в интернете себе место для подлинной жизни. А получится у них что-то или нет – это покажет время. Продолжение следует...